Встречали ли вы в своей практике беременных пациенток с диагнозом ракомолочной железы? Я не уверена, что большинство из вас ответит «да», но мне просто очень интересно, как вы сможете на это ответить. Вы знаете, тем не менее, из тех, кто нас слушает, считает, что 81% встречали в своей практике беременных пациенток с диагнозом ракомолочной железы. Наверное, нас слушают действительно специалисты по лечению ракомолочной железы, а не просто химиотерапевты. И 19% ответили «нет». Ну вот таким образом у нас распределилось мнение респондентов. Это удивительный ответ. Спасибо вам большое за ответ, потому что в свое время мне попалась работа одного американского хирурга. Сейчас я не могу вспомнить его имя, но на вопрос, как часто вы в своей практике встречали таких пациенток, он сказал, ну где-то 14 пациенток с разной локализацией, с разной локализацией на фоне беременности. И он считал, что за клиническую практику практикующий хирург или химиотерапевт в среднем встретит где-то 14 пациенток. Ну в нашем центре мы встречаем таких пациенток 2 как минимум ежемесячно. И сейчас я знаю, что во многих регионах стали уже совершенно иначе относиться к этой проблеме и встречают эту патологию беременных все чаще. Но вот на данном слайде вы видите, что на сегодняшний день меланомы, рак шейки матки и рак молочной железы, пожалуй, это те самые неприятные патологии, которые наиболее часто встречаются у беременных пациентов. И с прискорбием мы можем констатировать, что динамика заболеваемости этих патологий и рака молочной железы, и рака шейки матки, и меланомы растет неуклонно год от года. И вот здесь разведены, собственно говоря, три состояния, с которыми вы можете столкнуться, диагностировав рак у беременной пациентки. Во-первых, есть общее название – рак, диагностированный на фоне беременности или связанный с беременностью. И вот тут уже есть некое расхождение. Рак вы можете диагностировать непосредственно во время беременности или же спустя один год после завершения её на фоне лактации. Вот, собственно говоря, это средняя линия. И когда мы говорим о стадии и диагностике рака у беременных, то выясняется, что по международным данным, которые мы сегодня имеем, рак молочной железы встречается у беременных в основном, диагностируется, вернее, у беременных в основном во втором триметре. Но это не особая какая-то история, потому что вы видите, что окончательно рак, любая форма онкологического заболевания встречается, опять же, во втором триместре. С чем связано? Во-первых, первый триместр – это ещё непонятно, что происходит с органом. Может быть, это норма, может быть, это патология. Женщина не хочет идти к доктору. Доктор не понимает, что с ней происходит, отказывает в лечении или назначает всякие неправильные и диагностические методы, и самое ужасное, что лечебные методы. И поэтому в самый разгар болезни, собственно говоря, женщина где-то во втором триместре приходит уже к врачу. И когда мы смотрим на стадию заболевания на фоне беременности, то те данные, которые мы с вами имеем, говорят нам о том, что, например, рак молочной железы, как правило, встречается в этом вторая и третьей стадии заболевания. А вот, например, меланома всё же чаще выявляется, например, в первой стадии. Или рак яичников всё-таки чаще мы видим в первой стадии. А вот рак шейки матки, да, тоже первая стадия. А вот рак молочной железы, потому что орган скрывает болезнь, беременность скрывает болезнь, поэтому женщины приходят, к сожалению, где-то в втором стадии заболеваний. Диагностические методы, которые применяются на фоне беременности, в принципе, такие же, как и у небеременных пациенток. И на сегодняшний день мы с вами можем говорить о том, что мы можем и рентгенографию использовать, и маммографию использовать, и даже компьютерную томографию органов грудной клетки при необходимости, защитив соответствующим образом область плода. Что неприятно и что мы стараемся избежать. Конечно же, компьютерную томографию нижних отделов брюшной полости, это совершенно к нам ни к чему. Радиозатопные исследования, мы без него прекрасно с вами обойдёмся. И, конечно же, ПЭТ-КТ, которые также, в общем, особо нам каких-то преимуществ в диагностике не добавят. Поэтому, в общем-то, достаточно стандартные методы обследования сегодня допустимы у беременных пациентов. Что мы видим по морфологическим характеристикам рака молочной железы у беременных? Да, в общем-то, нет каких-то особенностей на сегодняшний день. Они характерны для пациенток молодого возраста вообще. Большое количество тройного негативного фенотипа и, к сожалению, более распространённые стадии заболевания. Это вторая, третья, как я уже сказала. И большое количество метастатически изменённых лимфатических узлов. Связано это нисколько с агрессивностью. Вот это моё личное убеждение. Не с агрессией опухоли. Хотя некоторые авторы считают, что изменённая воскулиризация, изменённая ткань способствуют во время беременности быстрой прогрессии. Я видела женщин, которые, так сказать, в стабильном состоянии находились весь период беременности и имеют только локальное поражение в молочной железе без метастазирования. Но это связано, мне кажется, всё-таки больше с поздней диагностикой. То есть болезнь уже есть, но страшно идти к доктору, и доктор часто не разбирается в ситуации. Что ещё интересно в этой группе пациенток? Выяснилось не так давно, что эта группа имеет определённые экспрессированные гены, которые ассоциированы со снижением ответа на лечение, с регуляцией метаболизма, с агрессивностью клеточной и склонностью к рецидивированию. Это очень необычное и такое новое исследование. Пока не очень понятно, какие, так сказать, результаты и для чего это нам знание нужно. Но всякое знание полезно, я думаю, что в будущем мы каким-то образом применим это открытие. Принципы лечения рака молочной железы на фоне беременности, по сути дела, как ни странно, являются точно таким же, как у небеременных пациенток. И мы их лечим сегодня, подчёркиваю, на сегодняшний день, точно так же, как небеременную группу больных. Естественно, мы должны учитывать определённую тератогенность процедур, тератогенность препаратов. И, конечно, не должен доктор брать на себя ответственность полностью за судьбу этой женщины. Собственно говоря, мультидисциплинарная команда — это обязательный принцип лечения таких пациенток. Это и АКУСР, и в ряде случаев приходится обращаться к психологу, непременно должен включаться генетик. То есть вот такая связка специалистов сопровождает пациентку весь период её лечения. И, несомненно, мы с вами должны информировать больную и её родственников о том, что с ней происходит, не скрывая никаких нюансов и, в общем, откровенно предупреждая о том, что некоторые моменты ещё не до конца изучены. И обязательно это просто должно начинаться с самого начала. Вот на этом слайде, мне кажется, самый удачный, удачная схема лечения беременных пациенток, которая ещё была нами совместно разработана с группой специалистов европейских, и наш центр тоже принимал в этом участие. Здесь вы видите, по сути дела, мы можем применять все современные методы лечения, которые мы используем с вами в нашей обычной, собственно говоря, клинической практике. Здесь и химиотерапию вы видите, и хирургию вы видите, и биопсия лимфазического узла, и даже радиотерапия, как ни странно. Тем не менее, есть центры, которые считают безопасным проведение в первом триметре дистанционно-лучевой терапии на область резиденцированной молочной железы. И хирургическое лечение в настоящий момент не представляет каких-то сложностей. Вот для нас, хирургов, мы проводим операции, в общем, в соответствии со стадией и в соответствии с показаниями. И если раньше всё же стремились выполнять радикальную мастектомию, то сегодня всё же мы стараемся уже сохранять молочную железу по возможности. Если объём небольшой, если есть возможность выполнить аккуратную, сохранную операцию, то мы сегодня это делаем. Единственное, есть некоторые нюансы, которые требуют дополнительных заданий. Например, как расположить пациентку на операционном столе. Здесь должно быть определённое положение. Под углом 45 градусов пациентка располагается перед началом хирургического вмешательства. На чём мне хотелось бы как хирургу сегодня особенно остановиться? Не так давно было опубликовано исследование, которое показало, что хирургическое лечение с биопсией сигнальных лимфатических узлов возможно и у беременных. На чём она основана? На доказательности безопасности проведения этой процедуры. То есть на доказанном небольшом радиоактивном воздействии на плод. И плод получает очень небольшую дозу. А, так сказать, эффективность и необходимость этой процедуры в современной онкологии, она несомненна. То есть мы уменьшаем объёмы операции, мы снижаем послеоперационные осложнения и не выполняем ненужную полную иногда лимфатическую диссекцию. И я должна немножечко похвастаться, наконец-таки и в России мы в апреле прошлого, вот не прошлого, а этого года, мы выполнили две такие операции с использованием биопсии сигнального лимфатического узла у двух беременных пациенток на сроке 17-18 недель. Очень интересно, что эти женщины имели одинаковый срок беременности, когда они приехали к нам в центр, одинаковый возраст, и они из одного города. Встретились они в клинике, и это показалось нам интересным. Но видите, что здесь также стандартно размечается и вводится технец и в область опухоли, проводится сканирование, и потом уже пациентка уже на операционном столе вот с помощью специального гамма-датчика определяется, где находятся те самые сигнальные лимфатические узлы. У этой пациентки мы нашли микрометастаз, хотя клинически, при ультразвуке, не даже при проведенной маммографии мы не видели поражения лимфатических узлов. У этой пациентки мы также выполнили, наверное, первой в России, установку экспандера в область удалённой молочной железы. То исследование, которое мы провели, интересно тем, что нам удалось определить, собственно говоря, ту дозу, которую получил плод, и ту дозу, которая, собственно, была посредом на брюшную полость этой пациентки с помощью установки специальных датчиков, которые мы потом проанализировали. И выяснилось, что доза минимальна. Но, к сожалению, не всем так везёт, и не у всех в начальной стадии болезни. Здесь вы видите на этих слайдах те женщины, которые приходят к нам на фоне беременности, вы видите довольно большие сроки и большие опухоли. Вот здесь также вы видите, это пациентки, которые до конца второго-три метра, к сожалению, не обращались за помощью, а эта пациентка была неправильно диагностирована и лечилась от, собственно говоря, несуществующего мастита в течение почти пяти месяцев. И такие пациентки, разумеется, у нас не идут на хирургическое лечение, они должны получать химиотерапию. Что же с химиотерапией? Не так давно сочетание беременности и химиотерапии звучало просто как какая-то бомба, которую нельзя было произносить, и это вызывало недоумение. Но на сегодняшний день мы, в общем, достаточно чётко знаем, какие донны, какие сроки мы можем применять на фоне беременности. И сегодня мы знаем определённые правила лечения таких пациентов. Начало химиотерапии мы можем проводить с 13-14 недели, заканчиваем химиотерапию мы приблизительно 35-36 недели за две недели до предполагаемых родов. То есть идётся отчёт от даты, так сказать, родоразрешения. В обратную сторону мы введём этот отчёт. Есть определённые правила введения препаратов. Как бы нам ни хотелось уменьшить дозу, но мы не должны этого делать. Мы должны вводить препараты в соответствии с фактическим весом, ростом больной, не должны их уменьшать. Потому что последние данные, которые мы имеем, говорят о том, что в силу фармакокинетики, фармакодинамики, присущей беременным пациенткам, даже не хватает вот этих вот дозировок, которые мы используем. То есть несколько разводится та концентрация, которую мы применяем. Препараты достаточно стандартные. Вы видите, что мы используем и антрациклины, и токсаны, и мы можем применять карбоплотин, если нужно. Но такие препараты, как тамоксифен, гормонотерапия, тростузумаб, пертузумаб и различные новые препараты, которые сейчас вводятся в качестве иммунологических препаратов, конечно, пока не используются. Тамоксифен доказанно тератогенен, тростузумаб, пертузумаб есть наблюдения определенные, но их немного. И поэтому, в общем-то, нужды, так сказать, в использовании этих препаратов непосредственно во время беременности нет. Мы можем с вами начинать лечение вот со стандартных наших курсов. И если своевременно поставлен диагноз, вы видите, это начало беременности, 13-е недели, то к концу, собственно говоря, беременности пациентка получает почти что всю необходимую терапию, включая и операцию. Что же касается детей, вопрос, как они себя чувствуют после таких манипуляций. Не так давно, в 2018 году, в Ланцете была опубликована очень большая работа, которая представляет собой опыт нескольких центров и одного международной рабочей группы International Network in Fertility and Pregnancy, в которую входит также и Россия, объединяющая 40 различных центров онкологических и акушерских, которые занимаются непосредственно лечением больных с раком на фоне беременности. И в поле интереса этого исследования, конечно же, было определение здоровья плода. И выяснилось, что мальформация плода при проведении и химиотерапии, и хирургии всего лишь 6%, что, в принципе, общепопуляционный риск. А вот от чего больше всего страдали эти дети? От преждевременных родов. Когда нам кажется, что чем раньше мы, собственно говоря, их роды разрешим, тем быстрее мы начнём, может быть, полноценное лечение. И вот эти дети требовали уже интенсивной терапии, у них были различные дыхательные изменения, когнитивные изменения. Поэтому, если начато адекватное лечение таких пациенток, нет нужды в раннем родоразрешении. Вы должны их довести до практически нормальных сроков родоразрешения 36 недель. То есть всегда надо помнить о том, что ребёнок в данном случае страдает больше от того, что вы его раньше отправите, так сказать, от мамы. Какой же прогноз? Прогноз, надо сказать, на сегодняшний день активно изучается. И вот то исследование, которое было проведено в 2018 году, показало, что как беременные пациентки, вот здесь вы видите, вот голубая линия, так и группа молодых, нерожавших женщин живут в пределах одной и той же стадии одинаково. Но есть некая неприятность. Выяснилось, что когда мы диагностируем рак уже спустя один год, то есть во время лактации, вот здесь факт лактации увеличивает риск летального исхода в два раза. И даже здесь, не потому что это более запущенные случаи, здесь происходит какая-то трансформация во время лактации, которая усугубляет процесс. Поэтому в конце, я не знаю, можем мы ещё раз провести голосование или нет, возможно, что нет, но потому что это должно было, видимо, заранее быть подготовлено. Но я вот хотела вас спросить, после моего доклада, вот считаете ли вы возможным сохранение беременности и начало лечения, не прерывая её у больных раком молочной железы? Я, к сожалению, наверное, не узнаю, как вы ответили на этот вопрос, но я надеюсь, что всё-таки мы после этого доклада с вами будем более щадяще относиться к нашим женщинам, которые приходят к вам и говорят, «Знаете, у меня беременность, и я заболела». Наверное, имеет смысл не отправлять её на аборт или родоразрешение, а вспомнить то, о чём мы сегодня с вами говорили, и подумать, что, в общем-то, есть резервы для её лечения на сегодняшний день и сохранения иногда долгожданного ребёнка. Спасибо.